сейчас я вам покажу обычно как я отрисовываю уровни чтобы вы понимали итак первое смотрите внимательно кто у меня учился тот знает итак первое уровень который вы здесь видите на графике называется нижняя граница отката инструмента на нисходящем тренде то есть такие вещи только нужно понимать дальше вы понимаете что уровень проведен правильно когда цена видите вот здесь вот сейчас я вам покажу когда цена постоянно гуляет возле уровня значит уровень проведен правильно теперь посмотрите внимательно почему уровень был проведен правильно смотрите внимательно мы получаем подтверждение то есть первую остановку относительно которой есть ложный пробой вот эта вот картиночка смотрите вот эта картиночка вот эта картиночка это называется ложный пробой двумя бар то есть у нас есть ложный пробой одни бар а есть ложный пробой двумя бар в общем у нас есть ложный пробой двумя барами вот здесь вот вы видите ложный пробой двумя барами относительно уровне. То есть, если вы посмотрите, сейчас я сделаю поменьше, то есть вы увидите всю картинку, смотрите внимательно, видите, вот откуда взялся уровень, где уровень подтвердился. А теперь давайте посмотрим картинку, почему вообще был взят в данной ситуации шорт. Сейчас я вам ещё раз покажу, значит, шорт по золоту, вот он был, вот 17, смотрите внимательно. Итак, первое, что мы видим. Мы видим безостановочное движение, кстати, у золота был великолепный уровень, от которого, по сути дела, видите, мы откатились. То есть, это был разворот, видите, посмотрите, как красиво золото отработало. То есть, по золоту, если вы видите, мы имели очень сильную картинку. То есть, мы прошли по золоту приблизительно 150 долларов. Это очень большое, то есть, мы закрыли V, видите, вот чисто V формация, мы закрыли чисто V формацию, пришли к так называемому дальнему ретесту, видите, и золото у нас стояло на шортовом листе. То есть, очень сильное до этого движение, дальние, очень сильные уровни, подходы где-то, например, на нормальных парах. Поэтому, по сути дела, золото у нас и попало на шахтовый лист. Видите, золото продолжает идти. Я знаю, сейчас возникнет куча вопросов, куда золото может дойти. Ну вот, первая остановка по золоту, вот, видите. Самое главное – правильно проводить уровни. Вот первая остановка по золоту – это 17.30. Видите, это очень сильная поддержка будет, очень сильная поддержка. Видите, она вот здесь вот повторяется, что показывает правильность. Видите, вот V-формация закрылась. Это показывает то, что, действительно, здесь очень сильный уровень. То есть, первое, самое главное – это правильно проводить уровни. Второе – запомните одну очень важную вещь и запишите. Все самые сильные движения на рынке начинаются и заканчиваются ложными пробоями. Все самые сильные движения начинаются и заканчиваются ложными пробоями. Ложный пробой может быть двумя барами, ложный пробой может быть одним баром. В данной ситуации была очень красивая картинка – это ложный пробой двумя барами. И вот здесь вот приблизительно вы понимаете, куда дойдет инструмент. То есть первый уровень по инструменту, куда он может дойти, это 1730.